Всем привет! Сейчас у нас будет прямой эфир с солисткой театра Станиславского Нинаровича Данченко Анастасии Леменко в честь нашей встречи с подписчиками, перенесенной в онлайн. Уверена, будет очень интересно, но недолго. Ждем Настю, вот она присоединилась уже. Привет! Добрый вечер! Добрый вечер! Так, я сейчас закреплю комментарий, чтобы было понятно, что у нас здесь происходит. Так, все отлично. Так, все работает, вроде бы мне все слышно. Вас как слышно? Меня слышно? Слышно меня? Да, 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 все хорошо. Я думала, это подписчикам. По-моему, тоже все хорошо со связью. Хорошо. Так, я сейчас пока уберу комментарий. Так, ну что. С одной стороны, жаль, что мы перенеслись в онлайн. С другой стороны, так удобней. Поэтому я рада, что вообще мы собрались, что это все стало реальным. Вот. Как у вас настроение, Настя? Вы сегодня репетировали, что у вас было? У нас сегодня была репетиция автоданса. Это одна из новейших премьер, которая у нас состоялась в трупе. Это вот всего лишь второй блок после постановки. Я планирую пойти. Конечно, очень интенсивно и сложно сейчас в том, что сейчас выходит несколько измененный состав. И мы работаем самостоятельно с нашим педагогом, с Натальей Ледовской. И, конечно, когда есть постановщики, когда все передается из рук в руки, из ног в ноги, конечно, проще. Вот. Но, тем не менее, нам балет полюбился. Он специфичный, но он нашел отклик среди нашей труппы. Вот. Но есть, конечно, сложности. Это, скажем так, не велись отрепетировать в Жизеле. Вот. То есть здесь занято очень много солистов. У нас есть как раз вопрос на эту тему, да. Сложно ли перестраиваться с классической балериной в экспериментальную танцовщицу? Ну, вот в этом случае, да. Ну, нам уже стало это, конечно, привычнее, потому что в театре Станиславского у нас очень много различных постановок, абсолютно разных хореографов, разных стилей. Поэтому мы уже втянулись. Но, естественно, в этом есть сложность, потому что это как два разных языка. Даже если ты хорошо владеешь английским, но ты давно не практиковал, у тебя под вечер будет заплетаться язык, у тебя там сведет скулы, и тебе будет сложно. Соответственно, то же самое и с танцевальным языком, потому что если бы мы постоянно практиковали это, а не так, что станцевали балет, отложили его на несколько месяцев, и потом возвращаемся заново. Конечно, тело крепатурит, есть какие-то моменты, которые нужно заново вспоминать координацию, но все реально, и, в принципе, сейчас новое время диктует танцовщикам то, что мы должны быть универсальными. Но мне кажется, все равно у нас, даже в Москве, какой еще театр может похвастаться универсальностью? Ну, у нас, к сожалению, у нас в этом большой пробел, потому что нужно все начинать со школы, и у нас в этом, конечно, большой пробел. У нас нету хорошей базы современного танца, именно начиная с ранних лет, потому что посмотреть на танцовщиков, там, допустим, того же English National, как они мастерски справляются и с классикой, и с современкой. Понятно, что у них в классике несколько не такие высокие критерии, как у нас, допустим, к форме или к чему-то, но, тем не менее, они всю технику, всю координацию они хватают на лету, и даже какие-то вещи делают более виртуозно, чем мы, я бы сказала. И при этом они очень легко осваивают, мне кажется, любую хореографию. Мне кажется, у них просто работает вот прям все, наверное, группы мышц возможные вообще, которые, вот только вообще которые мышцы. Ну, вот в этом есть особенность, то есть у нас как будто бытуют какие-то старые стереотипы, что если ты будешь танцевать, там, современку, то у тебя ухудшится классика. Тут просто очень нужен грамотный подход, и как раз когда у тебя есть база, то, естественно, ты в современке не будешь травмироваться. А поскольку тебя, ну, допустим, я стала, у нас, естественно, был курс современной хореографии в Амгах, вот, но его, конечно, было недостаточно, и когда ты уже в театре сталкиваешься с постановками Киллиана или Форсайта, естественно, тебе этой базы не хватает, и есть вот ощущение, что тебя, как это, котенка в реку бросают, выплывет, не выплывет. Вот, поэтому, конечно, у нас происходит у артистов травма именно на почве того, что мы не знаем даже, как подобраться к какому-то движению. А если бы уже это было в методологии, то, естественно, этих вопросов бы не возникало. Глядишь, через парочку десятков лет дойдём. Ну да, да. Как знать. Посмотрим. Да. Но я, на самом деле, вот не успела на премьеру, не помню, что у меня уже было, но я помню, что я прям вообще не могла. И вот я очень хочу успеть вот сейчас хотя бы, потому что, как всегда, это же непонятно, да, тут вдруг может всё закончится. Вот, как раз уже могу передвигаться, так что надо бежать. Вот. И это, кстати, для меня даже, да, был очень интересный вопрос относительно того, как вы берёте эту всю хорягу, потому что я смотрю на это, и мне вот так. Хочется плакать. Какая у вас вообще была сложность на карантине? Сколько вы были закрыты? Потому что вот мы-то были 14 месяцев сидели, и я чуть не особо следила, кто там был. Да. Но мы были закрыты с середины марта до конца июня. Нам, конечно, театр максимально поспособствовал тому, чтобы мы занимались, потому что нам каждому артисту выдали по кусочку, по квадрату линолеума, потому что всё-таки, когда у тебя есть, пускай, вот этот квадратик, но профессиональный пол, а не ламинат или кафель. Ну да. В Инстаграм давала классы по Зуму и для Испании, и для Канады, для итальянцев. Это они запросили? Они запросили, они увидели, что я даю в Инстаграме, им понравились мои классы, и после этого пошли вот запросы от разных школ, студий, вот, в основном иностранных. В общем, помимо того, что прокачивала себя в качестве педагога, так ещё и на английском языке. Ну да. Я видела, смотрела ваш эфир какой-то, ну это вы ещё ездили с гастролями, да, там что-то было в театре, и, по-моему, где-то в Испании, что ли. В Барселоне, скорее всего. Вот, наверное, да. Вот это я помню. А вот на карантине, почему-то, не помню, наверное, такое было засилие, потому что эти классы на карантине все давали, всё. Да, так там бесконечно, то есть там вся лента была в кружочках, что у всех эфиры, и было не пробиться. И если уже Тамара Роха даёт классы онлайн, то это уже такое, господи боже, ничего себе. Да, 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 какое многообразие выбора, поэтому. Да, вообще. Ой. Ну, у вас, да, видите, по-божески как-то. Я вот помню, что вроде как-то не особо сильно, мне кажется, даже большой как-то дольше там они тупили. Но так, как мы, конечно, никто здесь сидел. Поэтому прям классикам. А сейчас, кстати, как? Потому что вот у нас закрываются. Ну, у нас сейчас, конечно, ужесточаются меры. У нас сегодня было собрание по поводу вакцинации, сократилось количество зрителей. То есть сейчас на ближайших спектаклях будет... Сейчас вот, по-моему, вот первые блоки будут ещё как есть. Вот 25-го, вот 27-го как раз вот, когда у нас одноклассные балеты. А вот после этого уже будет всего лишь 500 человек в зале. Да, просто сегодня же пришёл новый закон, да, про 50 человек, а 500 на улице. И мы такие... Ну, в общем, никто не знает. Это, конечно, всё чрезвычайно утомительно и грустно. И чувствуешь какую-то полнейшую несвободу. Я человек всё-таки, который любит как-то своё будущее хоть как-то планировать. Мне потому что это помогает, ну, и к развитию. И просто элементарно, когда у тебя рандомное расписание в театре, ну, когда ты хотя бы можешь планировать, когда у тебя какой спектакль, или когда у тебя какая поездка, у тебя хотя бы как-то жизнь структурируется. Вот, а тут как бы... Нас, видимо, мир прокачивает всех в принятии, осознанности в каких-то таких вещах. Это точно. И терпению. Кто не умеет медитировать, обязательно должен научиться за это время. Да. Потому что я не представляю. Какие... Я знаю, что этот вопрос 100% миллион раз задавался, но, тем не менее, мне кажется, его вообще стоит артистам задавать там, я не знаю, раз в год стабильно, потому что он всегда должен меняться, ну, на мой взгляд. Самые любимые роли? Ну, ведь они добавляются, они же там как-то раздавляются. Честно, да, это действительно самый популярный вопрос. Нету любимой роли, потому что я максималистка, мне хочется перетанцевать всё, и даже я больше фокусируюсь не на тех ролях, которые я станцевала, я скорее начинаю больше думать о том, что мне хотелось бы ещё. Вот, и, в принципе, все ведущие партии, которые я станцевала, я их люблю. Есть, скорее, нелюбимые роли. То есть любимых много, то есть любимых очень много. То есть я не могу выбрать между Китри или Сельфиды, потому что это диаметрально противоположные героини, они очень разные, и они обе мне нравятся. Это как выбирать между, допустим, салатом и мороженым. То есть я и то, и то люблю. Ну да. Вот. А нелюбимые, это, наверное, у нас есть Эсмеральда в репертуаре, и у нас своя редакция. И там есть вставные вариации. И вот я танцую третью вставную вариацию. Вот для меня это максимально вещь, которая мне не откликается. Она поставлена на музыку фии и кукол, но хореография абсолютно другая. И вот бывают такие вещи, которые не по ногам, которые вот просто не нравятся. И тут вот как бы... Но для меня это вот такая психологическая работа. Я стараюсь сфокусироваться на том, что как бы окей, мне не откликается эта партия, но тут я буду тогда оттачивать свои какие-то технические моменты. А мне казалось, что ставят в основном, берут тех, на кого идут определенные вариации. Нет, не всегда. Но, может быть, сложилось впечатление, что мне она идет, но на самом деле мне она по душе не легла. А что, кстати, вот это за цирковая вариация, которую вот сейчас в аккаунте выкладывали? Это балет Экмана «Тюль». Он был поставлен у нас в 2017 году, если не ошибаюсь. И это такой, я бы сказала, сатиристический балет в каком-то смысле, что там как раз подсмеиваются над балетными позициями, над балетным менталитетом. И там вот есть такой вот вставной номер, он называется «Цирк». Вот, и просто там, ну, в принципе, всегда задействованы самые техничные балерины. Вот, потому что номер короткий, но там нужно за этот короткий номер показать... Очень жиренький. Да, показать тебе свой арсенал. Но при этом, как бы, к техническим сложностям добавляется то, что там почти кромешная темнота, вокруг тебя бегают люди, кричат, там, бьют в тарелки. То есть, отвлекающих факторов просто масса. И тут, как бы, действительно проверка на концентрацию и, наверное, какую-то стабильность. А расскажите немножко про тарантеллу, которую вы в Казани танцевали. Как вообще родился этот номер? Почему именно он? Чуть-чуть, может быть, про хореографа кто ставил? На самом деле я попала в эту поездку достаточно неожиданно и спонтанно, потому что балерина-исполнительница, которая должна была исполнять тарантеллу, она получила травму незадолго до фестиваля. И Александр Гаджеджи, он знал меня еще с Московской академии хореографии, он премьер или ведущий солист в Казани. Вот, и совместительство хореограф, то есть он, в принципе, можно сказать, наверное, с начала своего вот пути как артиста балета тоже начинал что-то ставить. И он решил позвать меня, потому что в его видении я идеально подходила для этого номера. Вот, и я приехала за два дня до концертов, мы порепетировали, за год я выучила хореографию. По видео? Да, по видео. Вот, и я была очень рада, на самом деле, поучаствовать, потому что это тоже глоток свежего номера, номер получился очень яркий, живой, и именно вот концертный, как говорится, потому что отдельно он, естественно, не пойдет, но иногда концерт, вот все эти лирические современные номера хочется разбавить чем-то ярким. Конечно, у всех на глазу Тарантелла Баланчина, но поскольку сейчас с исполнением его хореографии есть определенные сложности, потому что нужно писать заявку в фонд, нужно вызывать кого-то из ассистентов, чтобы передали все именно в точности, как это было поставлено. И это, естественно, стоит денег. Ну и плюс сейчас есть ограничения в связи с пандемией, и поэтому Александр решил, что можно поставить свой номер. Он взял абсолютно другую музыку. Естественно, это тоже, как бы, Тарантеллы все похожи, но это была музыка Рассини. Вот, и в целом, как бы, я для себя подметила, что если, допустим, будут предложения какие-то на галлы, и нужен будет какой-то номер, помимо классических ПДД вполне можно его исполнить. Ну да, он, по крайней мере, новый и незаезженный, и как глоток свежего чего-то. Да-да-да. Ну да, я вообще восхищаюсь людьми, которые умеют учить хореографию по видео. Это просто какая-то вообще беда. Ну, это, наверное, навык. То есть сейчас это, как бы, наверное, в какой-то степени вымирает, потому что, когда я только пришла в театр, я сейчас немножко звучу, наверное, как бабушка, которая там пришла сто пятьсот лет назад, и движу при этом на восемнадцать, но, тем не менее, я уже работаю девятый сезон в театре, и вот как раз, когда мы только пришли, мы постоянно всё учили по видео, то есть старшие артисты, старшие коллеги, они никогда не тратили своё время, чтобы молодёжь ввести в какие-то роли, или там в кардебалет, или ещё что-то. И педагог, как правило, тоже не приходил и не показывал материалы. То есть у тебя была задача взять заранее запись, выучить и прийти уже с готовым текстом. Естественно, нюансы помогали скорректировать, но не было такого, что брали кого-то из старших коллег, отдельно выписывали репетицию, и вот что-то, или кто-то вот показывал новеньким в зале хореографии. То есть это время затратно. Школа молодого бойца. Вот, но сейчас вот как бы мало такого, что, ну, меньше становится, что кто-то прям много учит по видео. Естественно, ведущие партии, там, солисты, ведущие солисты, естественно, учат сами, но вот именно когда какие-то второстепенные роли, массовка, что-то такое, сейчас у нас как-то мало кто сам готовит. Ну, вот как оказывается. Ой, какие планы есть, может быть, у театра относительно будущих сотрудничеств? Очень сложно сказать, потому что всё пока, естественно, как и у всех, виллам по воде писано. Покрыто мраком. Да, но сейчас готовится большая премьера Ромео и Джульетты у нас в театре, в кореографии вот нашего артиста, Максим Севагин в сотрудничестве с Богомоловым. Я на самом деле не знаю, можно ли это рассказывать или нет, потому что, по-моему, пресс-конференции какой-то громкой не было, но тем не менее везде на балетных форумах и так далее эта информация уже завирусилась, как модно говорить. Поэтому вот из каких-то новых вещей, новых постановок пока это, никакие гастроли пока не планируются, и пока вот каких-то имён из хореографов иностранных, кто мог бы приехать, мы тоже пока не знаем. Вот, потому что сейчас... Сейчас с этим очень сложно, конечно. Да, действительно. А с кем вот вы сама хотели поработать? Ну вот, я не знаю, с тех современников, например, кто сейчас какой-то не надо? Мне бы, конечно, очень хотелось бы поработать... Ну вот эта троица такая, которая мне сейчас, наверное, максимально откликается, это Форсайт, именно вот как бы с ним вживую, не с ассистентами, и ассистенты его, конечно, потрясающе, изумительные, особенно Ноа Гелбер, который приезжал к нам и ставил вторую деталь, просто феноменальный человек, помимо того, что он невероятный танцовщик, так он ещё и говорит, по-моему, на семи языках. В общем, фантастика. Вот, в общем, Форсайт, однозначно Киллиан, потому что можно, в принципе, его причислить всё-таки к классикам. А маленькую смерть вы не смеете? Он не приезжал давно, уже когда-то там. Киллиан к нам не приезжал, всегда приезжали постановщики, потому что он сам не летает. Так, у меня что-то зависло. Подвисло видео, да. В общем, у него фобия, он никогда не летает, поэтому по Европе он передвигается там на поездах или ещё на чём-то, но вот в России он не прилетал. Вот, и, наверное, хотелось бы ещё поработать с Шароной Яль. Угу. Вот. Ну, в принципе... Мне кажется, это возможно, наверное, в каком-то... Да, это всё возможно, тем более сейчас мы хорошо прозвучали в автодансе, и как бы есть такая надежда. Но есть, безусловно, ещё и другие хореографы, с которыми интересно поработать. Вот. Ну, вообще, как бы мне хочется... Ну, у меня большая любовь к моему делу, поэтому мне хочется объять необъятное, хочется потанцевать и классики побольше, и поработать с разными современными хореографами, то есть как раз вот раскрывать в себе универсальность, пробовать новое, выходить вот за какие-то рамки комфорта. Угу. Ну, конечно, да. Самое главное, что были вот как бы такие возможности, то есть трудиться, работать, ну, как бы мне всегда максимально приятно выкладываться, вот, а главное, чтобы возможности были выкладываться. Ну, да, мне кажется, это ещё во многом зависит от руководства, потому что... Да, да, да. Тут как бы это, да, тут многие, в принципе, готовы, наверное, выкладываться, но не всегда это... Ну, у нас действительно как бы очень субъективная профессия, поэтому тут уже тоже работа с принятием. Угу. Это правда. Много ли вообще сейчас свободного времени? На что ты его тратишь, например, вот кроме рисования? И училась ли ты рисовать профессионально? Ну, свободного времени сейчас как-то побольше, вот в этом сезоне прям ощутимо побольше свободного времени, чем было раньше. В этом году я как-то сильно, может быть, это у всех какой-то такой период, я окунулась в психологию в какой-то степени, а окунулась в тибетскую медицину. Ну, вот, мне просто стало интересно читать про аюрведу, про различные типы тел, как можно... Ну, какие процедуры можно делать для того, чтобы улучшить свои какие-то показатели, как работать с телом, когда ты перегружен, как работать со своей головой. Вот, мне кажется, что такие вещи всегда полезны, учитывая, что у нас сейчас период такой, наверное, на всей планете. Перестройки мозга. Перестройки, но еще плюс такой огромный поток информации у нашего поколения, что, естественно, тебе нужно как-то находить подход к самому себе, чтобы во всем этом не утонуть. Да, я сама практикую акупунктуру, поэтому очень сильно согласна с этим. И тоже прям вот это время, оно какое-то все про духовные практики, про какие-то там настройки, перенастройки прям вообще. Да, да, да. И, наверное, у меня этот год про какое-то замедление, наверное, как и у многих, потому что я всегда максимально себя загружала выходной. Ни в коем случае нельзя лежать на диване, потому что это единственный выходной, и у меня так много всего интересного есть в жизни, что мне хочется еще успеть. Вот. Но сейчас я понимаю, что я учусь отдыхать, чего я абсолютно не умела делать, потому что когда я просто лежала там несколько часов, у меня вот какой-то мой внутренний голос начинал кричать. «Вставай, надо что-то делать, надо что-то делать, давай беги, ты непродуктивна, ай-яй-яй-ка». Вот. Да. А вот она делает, а ты лежишь. У меня тоже самое. Да. И, в принципе, я начала работать как бы и с этим, потому что это все равно как бы нездоровая история для головы, наверное. Вот. Много стало в этом году проводить времени на природе. Ну, это вообще класс. Вот. Рисовать я профессионально не училась. Я какое-то время ходила в студию, но я не могу назвать это профессиональным образованием. Это вот популярные сейчас картины маслом за три часа. То есть я там набралась каких-то азов, а уже после этого начала иногда писать дома или стала приходить в ту же студию к педагогу, к которому я ходила, потому что мне максимально откликается ее подход. И вместе с ней просто реализовывать свои какие-то идеи, потому что навыков не хватает, а визуально картинка какая-то в голове есть, чтобы мне хотелось воплотить. И вместе с педагогом, то есть реализовывая какие-то свои задумки, стал как бы обучаться, в принципе. Ну, просто набирать какие-то навыки. Но перерывы у меня между подходами случаются огромные. Иногда-то по четыре месяца, что я не подхожу к холсту. И, естественно, каждый раз немножко как заново. Я вот рисую акварелью, и вот у меня, кстати, проблема в другом. Мне всегда сложно, наоборот, вот что-то... У меня нет вот этих образ... Хотя, что странно, да? То есть я считаю все равно всяким таким очень сильно творческим человеком, но вот того, что я хочу увидеть в итоге, у меня никогда такого нет. Вот мне нужно вдохновиться на что-то, например, там, да, увидеть, и тогда я знаю, да, что я хочу это нарисовать. И у меня так всегда... Смотрю на людей, которые вот... У них рождаются вот эти вот все картины, и думаю, блин, вот как это буду учиться? Ну, это, мне кажется, еще просто несколько... Разное восприятие мира. Это вот еще тоже я тут... Увлеклась. И не о стиле, это психотипирование, оно как бы идет от юнга и так далее. Просто есть разные... психотипы людей, у которых, допустим, вот есть к этому предрасположенность, а кто-то просто более систематичный, кто-то больше про коммуникацию. Это вот как визуалы и аудиалы, поэтому вот есть вот в этом разница. И луна в козероге, да. Ну, не луна в козероге, но все равно просто есть элементарные какие-то вещи, которые люди вот действительно легче запоминают, допустим, на слух, а кто-то зрительно воспринимает. Я вот как бы... Нет, да, я согласна. Сто процентный визуал, то есть мне очень легко, вот как мы играли раньше, наверное, в детстве, картиночки, когда карты открываешь, чтобы собрать похожие. То есть у меня максимально это все легко всегда складывалось, а вот что касается там диктантов, или, допустим, записать там фразу на слух после какого-то эфира, тут нет. Тут мне нужно переслушать несколько раз там, чтобы это сделать. Ну да, я согласна. Так, если бы вы были героиней фильма, какого? И думали ли вы когда-нибудь о карьере в кино? Безусловно, думала. Я вот даже у меня есть ответ на этот вопрос. Мне не нужно тут как бы сейчас заново на него рассуждать, потому что прочитав книгу Таис Афинская, Ефремова, я так ей вдохновилась. И этого фильма нету пока в мире кино. И мне бы, безусловно, хотелось бы, чтобы какой-нибудь режиссер создал этот фильм. И мне бы хотелось быть Таис Афинской. Она постоянно там на лошади. Это тоже одно из моих увлечений. Поэтому мне максимально откликается этот образ. Надо направлять намерения на Вселенную. Да, да, да. И прискачет он с лошадью и со всем остальным. Режиссёр с лошадью. Да, да. Ой, а у меня ещё от себя вопрос. Так как я тоже из Минска. И вот мне интересно. Вот вы закончили колледж, да, наш, получается? Я его не заканчивала. Я рано уехала. То есть я начинала учиться там. Я начинала учиться там, но я очень рано начала ездить по балетным конкурсам. И вот после пермского конкурса меня пригласили учиться во МГАХ. И поэтому я заканчивала уже МГАХ здесь. Это сколько лет там, получается? Ну, получилось, что я на курсах отучилась три года. Я вот хотела спросить о том, что, ну, было ли это сразу предложением? Либо как-то там сначала там Москву, потом там сами нашли себе какой-то театр? Не-не-не, отдали родителей в Минское училище, а потом уже после конкурсов у меня было вплоть до того, что... Причем я могла бы на год еще раньше в Москву уехать, но родители не решились, потому что я была еще маленькая, как они считали. И поэтому я приехала даже на год позже. Но я приехала на год позже не потому, что как бы, ну ладно, мы вот подросла и решили отдать. Потому что все равно мне на то время там художественным руководителем был майоров, вот, и мне постоянно звонили из академии, вот, нет, давайте все-таки Анастасия приедет, давайте приедет. И как бы так вот и сложилось. И, естественно, как бы, когда есть такая заинтересованность, это очень приятно, и как бы, это вот знак, что надо это сделать, надо ехать. Вот, но были предложения еще так же попробовать в Агановскую академию хореографии, даже в Португалию. Вот, но в Португалии у родителей совсем не решились, потому что руко как-то ребенок уедет. А мне было, конечно... А что там у них за школа в Португалии? Честно говоря, я не могу сказать, как бы, там не государственная школа, но там выпускается много очень хороших ребят, которые потом устраиваются даже в Ковангарден. Там русские педагоги. Вот как раз Михаил Завьялов, педагог из училища там, он меня зазывал туда. Ничего себе. Интересно. Самый главный вопрос, будете ли вы прививаться? Ну, это вопрос, тут как бы, мне кажется, каждый должен решить. Да, для себя понять. У меня потому что тоже было много такого, что из разряда спросить у авторитетных для меня людей, какой выбор делают они сами, но я думаю, что тут каждый решает, ну, вот как бы, в зависимости от того, какое для себя, какое мировоззрение, какое понимание своего тела, какие убеждения и так далее. Какой бэкграунд, да, и что... Да, то есть тут своё видение, я считаю, что неправильно навязывать, то есть тут как бы, если бы я начала рассказывать всю свою какую-то историю, то почему я принимаю такое решение, это было бы очень долго, и как бы не каждый момент откликнется, да. Это как разговаривать про политику. Да, 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 да. Потому что это история длиной в жизни, так и есть на самом деле. Так. Что у нас тут ещё интересного спрашивали? Вы частая гостья одного популярного канала о любительском балете. Как вы относитесь к антюзиастам в этой области? Я считаю, что если человеку откликается это направление, попробую себя в балетной пластике, я считаю, что это положительно сказывается на теле, это развивает женственность, это улучшает осанку. Ну, как бы человек действительно должен понимать, что профессионально ты балетом не сможешь заниматься, но если ты хочешь для себя заняться таким видом искусства, почему бы и нет? Понятно, что невооружённым взглядом видно, где профессионал, где непрофессионал, но если к этому лежит душа и ты любишь балет, то как бы карты в руки, множество студий. Причём, при том, что самое интересное, вот даже я, как любитель, допустим, хожу на какие-то гала, на любительские, и вот иногда выступают девочки, вот я их не знаю, например, какие-то, вот не знаю, они вдруг откуда-то появляются, и ты видишь сразу, как только человек выходит, что у него есть балетное прошлое, и причём это прошлое было, возможно, в супер глубоком детстве, это уже человек, ну, то есть там далёкий от балетных, скажем так, стандартов, да, каких-то, но вот он, она выходит, например, и у неё всё равно под этим всем, под этой оболочкой плечи такие, как должны быть, стопы такие, как должны быть, и ты такой сидишь и думаешь, ну, да, 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 это вот из разряда там я родил, ну и что? Кто-то тоже родил, но всё равно у них как бы всё это сохраняется, это так интересно, какие-то метаморфозы вообще-то у меня. Вижу, что там мексиканцы пишут. вас ждут в Португалии. Hello. Не, просто на самом деле, вот тоже иногда задают вопрос по поводу того, где какая публика, и вот где как принимают, вот действительно, была несколько раз в Мексике, просто феноменально, там такая любовь к балету, ты приезжаешь и чувствуешь себя вот действительно, как, наверное, как кинозвёзды себя. Суперстар. Да, потому что в России, как будто вот у нас балет впереди планеты всей, там балет это вот что-то там априори русское и так далее, и вот есть немножко, наверное, такое, ну не то чтобы обесценивание, но это вот как в порядке вещей, что вот есть у нас балет и есть, не как диковинка какая-то, а вот страны, где балет не был так развит, и где он действительно нов, и это что-то запредельное, там, конечно, зрители принимают совершенно иначе. У нас критики много, как бы очень много насмотренности, как бы у всех есть какое-то понимание, что такое балет, и поэтому, конечно, смотрят уже со всеми вот какими-то, может быть, и стереотипами, и какими-то своими предпочтениями, а там, конечно, другая история. Да, и вот к этому как раз напрашивается вопрос, какие были самые запоминающиеся гастроли? Ну вот, наверное, из самых запоминающихся, ну, каждый чем-то запоминается, но Мексика особенно для меня любима, потому что у нас там была невероятная компания артистов, которые были приглашены танцевать, то есть ты приезжаешь. Это был гала, да, сборная? Да, это был гала Despertaris, и там в основном были ребята из English National, ну, помимо этого там была и Маша Кочеткова, и артисты из Royal, но в основном, в принципе, были иностранцы, вот, но ты приезжаешь, как бы, в принципе, есть и языковой барьер, вы из разных театров, ну, мы так там потрясающе общались, то есть помимо того, что был классный гала-концерт, но и после него было не менее наполняющее общение, были потрясающие условия, были потрясающие зрители, вот, и, конечно, такое вспоминается, но из забавных гастролей ещё был Китай, Пекин, ездили вместе с Джулианом Макеем, танцевали на гала-концерте на открытии конкурса, вот, чем мне запомнились эти гастроли, то, что нечего было абсолютно есть в Пекине, ну, то есть всё как будто пластиковое, и мы ели в основном еду, которую взял с собой Джулиан, и билеты покупают всегда организаторы, я решила, Коля, ладно, я уже в Китае, то я останусь здесь где-то отдохнуть, есть остров Санья, вернее, город Санья на острове, вот, им же всё равно как бы куда билеты покупать, но китайские организаторы ошиблись, и они меня отправили в совершенно другой город, и в Китае проблемы с интернетом, и я даже при тех поняла это не сразу, на английском они максимально плохо разговаривают, и вместо острова я оказалась на материке в городе Макао, и, в общем, я потом уже добиралась сама на перекладных, то есть у меня было несколько пересадок, чтобы добраться до своего отеля, но тем не менее, я это всегда вспоминаю не как какое-то ужасное событие, происшествие, а как путешествие, но вот приключения какие-то, которые я буду потом рассказывать своим внукам, ну да, вот, так это же можно было опоздать, ну-ка, как бы, к даче, или это было уже после? Это уже было после, то есть после выступления, я решила, вот, после выступления, я решила устроить себе мини-каникулы, уже коли я оказалась в Китае, надо как бы и здесь посмотреть, что отдают, ну вот посмотрели волнительно еще и маккаун, неплох тоже. Да-да-да. Так, используют ли балерины какой-либо допинг? По-разному, но я, в принципе, против каких-то химдобавок и так далее. А вот спортпит, например, какой-то там? Спортпит был период, Но это не назвать допингом? Спортпит был период, когда я пила аминокислоты, пила иногда, допустим, ну, аминокислоты, которые называются BCAA, иногда пила, допустим, карнитин, но честно скажу, что мне больше нравится без искусственных добавок, потому что все равно, в принципе, там много всего намешано, стараться максимально сбалансировать свой рацион и максимально давать организму, стараться давать отдохнуть, то есть там регулярный массаж, поход в баню, высыпать, то есть это будет лучшим допингом, нежели какие-то искусственные примеси, которые, ну, допустим, у нас есть ребята, которые могут пить гуарану, по сути дела, там огромное содержание кофеина, да, тебе это даст энергии, но по сути дела, это на сердце, то есть это, ты берешь такой кредит из будущего, скажем так, потому что отдает больше ресурсов, то есть выжимает из себя больше, но потом, естественно, у тебя будет определенный упадок силы, вот, и дольше восстанавливаться, поэтому лучше, как бы, выносливость нарабатывается, безусловно, поэтому иногда одним балетным залом не обойдешься, иногда нужен дополнительно или пилатес, или, допустим, кардиотренировки, та же прогулка, ну, продолжительная, она тоже поможет, как бы, и насытиться кислородом, и даст такую вот легкую, динамичную нагрузку, вот, поэтому я вот вспоминаю слова своих вот педагогов в Минске, у нас была такая женщина, преподавательница в возрасте, и она была против того, чтобы очень долго сидеть в зале, она нас все время отправляла, идите гуляйте, на тот момент я этого не понимала, но, если ты долго гуляешь, то у тебя и тело подтягивается, вот, как бы, когда там весна, лето, погода располагает, ты еще и дышишь много, если гуляешь в парке, а для восстановления очень важно тоже, чтобы тело было насыщено кислородом, а не тогда, когда ты постоянно вот безвылазно сидишь в помещении, не так. Да, согласна. Так, ну что, мы прошли по всем основным вопросам, которые хотели знать наши зрители, и у нас уже подходит время, на самом деле, у нас же сегодня экспресс-вариант, вот. Поэтому, я была очень рада встретиться, пообщаться. Да, надеюсь, еще увидимся на спектаклях, обязательно постараюсь дойти 25 или 27. желаю вам легких ножек всегда. Спасибо. Новых восстановок, чтобы было больше нового интересного материала. Вас очень любят, мы вас тоже очень любим. Спасибо. Очень приятно. Да. Очень приятная обратная связь, да, и ждем всегда к нам в театр, вот. И будет, всегда рада приходить. И все-таки, когда наступят времена, когда можно будет сделать встречи вживую, конечно, потому что это совершенно другой уровень обмена энергии. Да, согласна. Нам прям было очень интересно сейчас попробовать, но пока так. Так что, спасибо за время. Всем хорошего вечера. Да, и вам тоже хорошего вечера. Спасибо, спасибо за ваши вопросы. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok